В Русской Православной Школе завершился учебный год, и для выпускников прозвучал последний звонок. А перед этим был отслужен благодарственный молебен по случаю окончания учебного года. С вами отслужили правду, благодарственное молебен Богу о том, что целый год мы учились с вами в школе и благополучие в разных результатах. Но Богу нашему славу, Богу. Благодарение Богу вместе с настоятелем храма и духовником школы Протереем Александром Игнатовым вознесли духовенство учителя, воспитанники и их родители. Затем состоялась праздничная линейка. Со словами напутствия к выпускникам обратились их классные руководители. Школа окончена, взрослая жизнь впереди. Будет, ребята, у вас испытаний так много. Пусть же всегда в этой сложной жизненной дороге сопровождает вас теплый учительский свет. Не огорчайтесь, земля продолжает кружиться. Вам, молодым, надо дружить и влюбляться. Видеть прекрасное, верить, мечтать, удивляться. Что-то хорошее в жизни вам всем совершить. Ученики школы показали прекрасный концерт с танцевальным номером «Серафим». Годы прошли, но чудесно вах, и старца с любовью мы чтим. Помощь дает миру грешному, но батюшка наш в «Серафим». Первоклассники читали стихи. Бутерброд, резинка, сменка, десять ручек всех оттенков. Мячик, яблоко, конфеты, тень, тетрадки по предметам. Вон и все от бытия известно. Манит путь далекая звезда. Помните, что есть такое место, где спритят вас с радостью всегда. Вам не забыть никогда светлую школьную поезд. Порядься мчится сквозь года, утренний наш поезд. Выпускники танцевали в вальс. В завершении торжественной линейки для выпускников девятых и одиннадцатого класса прозвенел последний звонок, развестивший выпускникам о завершении одного из главных жизненных этапов. Нас растили родители, помогая нам с ночными домашними заданиями, совершая какие-то шедевры искусства, когда нужно сдать поделку на уроки труда и зон. Нас растили друзья, которые учили быть командой, учили быть семьей, стоять их за друга. И, конечно, нас учили священники-учителя. Учителя, которые учили нас не только на уроках, не только на переменах, но и в абсолютно нешкольное время, отвечали на самые глупые вопросы даже в час ночи, интересовались нашими личными переживаниями и делились своим опытом. Мы хотим сказать вам спасибо. Спасибо за тот опыт, который теперь мы пронесем через всю свою жизнь. Спасибо. По окончанию выпускники по традиции выпустили в небо воздушные шары. Позади учебный год, позади целая школьная жизнь, насыщенная яркими событиями, наполненная живыми эмоциями, а впереди огромный мир. В эти пасхальные дни завершается учебный год. Что мне хотелось бы пожелать? Во-первых, никогда не жалеть о том, что прошло. Оно уже прошло. Никогда не печалится и не тревожится о будущем. Для христиан, для православных людей есть удивительное убывание. Убывание, мой отец, прибежище, мой сын, покров, мой дух святый, троица святая, слава тебе. Мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что с нами Бог. А если Бог с нами, то кто против нас? Нам остается только благодарить за настоящее. Будем же благодарны Господу, Который помогал нам учиться, просыпаться, приходить, молиться, а вот теперь и завершить учебный год, пойти на каникулы, набраться сил и с новыми силами, возвратившись в школу, приобретать полезные для души и для вашей дальнейшей жизни знания. Я хочу поздравить вас с завершением учебного года, всем вам пожелать мира, здоровья и помощи Божьей на всех путях жизни вашей. Христос воскресе! Боисти нас воскресе! Пожелаем нашим выпускникам вырасти добрыми и милосердными, любить и никогда не забывать Бога и обращаться в молитве к Нему. Христос воскресе! Боисти нас воскресе! Христос воскресе!